ТРАССА СТО ОДИН Приветствую, в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В Совете Федерации предложили разработать новую методику расчёта стоимости техосмотра, дескать, существующая, устарела. То, что ТО в итоге может подорожать, к гадалке не ходи. За легковой автомобиль придётся платить до одной тысячи рублей. Сейчас в Кирове ТО легковушки стоит почти пятьсот. Кроме того, высказана идея передать полномочия по контролю за операторами ТО от Союза автостраховщиков в Федеральной службе по аккредитации. ТРАССА СТО ОДИН Стартовали продажи второго поколения Рено Дастер. Внедорожник стоит минимум девятьсот сорок пять тысяч рублей. Базовая комплектация предполагает наличие бензинового 114-сильного мотора объёмом 1,6, механической коробки центрального замка, светодиодных дневных ходовых огней, стеклоподъёмников передних дверей и так далее. Начальный ценник полноприводной версии – один миллион сто пятьдесят тысяч. В линейке двигателей есть полуторалитровый дизель мощностью сто девять лошадиных сил. ТРАССА СТО ОДИН Автобаз, похоже, собирается повторить достижение 2020 года, когда он поднимал цены на свою продукцию шесть раз. Второе в этом году подорожание запланировано на 15 марта. Например, самая доступная «Лада» – «Гранта» – прибавит в цене одиннадцать тысяч. Сейчас она стоит минимум полмиллиона без ста рублей. На «Весту» и «Иксрей» накинут по двадцати пятнадцать тысяч. Их текущая стартовая стоимость – семьсот четыре тысячи и шестьсот восемьдесят тысяч рублей соответственно. ТРАССА СТО ОДИН Жительница Петербурга доказала, что бодаться с автодилерами из-за мелких неисправностей авто – небесполезно. Женщина отсудила пятнадцать миллионов рублей против двух миллионов двухсот пятидесяти тысяч, которые она потратила на покупку «Киа Кворис». Сначала в машине отказал обогрев одного из зеркал заднего вида, затем одна из кнопок на руле и так далее. Всюду хозяйку авто просто-напросто футболили. В итоге она обратилась в суд. ТРАССА СТО ОДИН Лэнд РОВЕР ДЕФЕНДЕР нового поколения выиграл ежегодный конкурс «Лучшие женские автомобили». В России машина стоит от четырех миллионов двухсот сорока тысяч рублей. Победители выбирали женщин-автожурналисты из почти что сорока государств. Учитывались такие критерии, как безопасность, комфорт, технологичность, соотношение цены и качества. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. ТРАССА СТО ОДИН Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова